Всем привет! Мне пришла посылка на обзор с гель-лаками с Америкой. Вроде бы и дошла всего лишь за неделю. Это очень быстро. Давайте посмотрим, что же внутри. Потому что мне интересно, так как Синди все-таки у нас в России больше не продают. Хочется заказывать американские базы, они более безопасные. Надеюсь, что этот товар будет полезен не только мне, но также и кому-то из вас. Гель-лаки пришли вот в такой красивой коробочке. Тут еще надписи. Все запечатано. Мадам Глам называется фирма Нью-Йорк. Ничего себе! Прям так лежат. Я не знаю, как они вообще целиком дошли. Это удивительно. Тут вот такой вот шиммерный цвет. Нюдовый. Вот этот ходовой в любом случае, наверное, будет. И вот такой фиолетовый. Его, к сожалению, никто не выбирает, но я на себе как-нибудь попробую. Это, скорее всего, база. Нет, это топ, а это база. Коробочка, конечно, прелесть. Видимо, за счет того, что они были внутри прижаты очень плотно. Ничего с ней не произошло. Гель-лаки не помялись. Объем, кстати, у них 15 мл аж целых. Я информацию на эти гель-лаки оставлю под видео, как заказывать, потому что я их совершенно не знаю. Просто прислали на обзор, чтобы я вам показала. Отказаться я просто не смогла, потому что Синди-база у меня всего лишь одна. И да, я посмотрела на сайтах, действительно, везде базы пропали Синди-шные. Я надеялась, что запах будет тоже ацетоновый, но нет. У этой базы такого запаха нет, но он не ядреный, приятный. Консистенция базы неплохая, но будем с вами все равно пробовать на ноготочках. Сейчас смысла не вижу ее выкрашивать, надо смотреть. И еще топ. Объем тоже 15 мл. И я у себя базу под гель буду использовать, пробовать на реакцию на аллергию и цветнички. Конечно же, тоже. Это состав гель-лаков. А это состав базы. Мне кажется, отличий вообще никаких нет. Составы совершенно идентичные. Обидно, конечно, если начнется аллергия. И самый первый цвет выкрашу вот такой вот с блестками. Ого! Вот это густота! Я, конечно, густые гель-лаки не люблю, но мне кажется, он ляжет в один слой с блестками. Да, я угадала. Смотрите, прозрачные типсы и все в один слой. То есть, вот как на правой руке я наносила. Я полюбила однослойники, потому что на правой руке два слоя перекрывать тяжело. А в один слой нанес, и все, у вас маникюр готов. Это очень быстро экономит время. И хоть материал и густой, но он замечательно самовыравнивается. Да и лучше наносить все-таки в два слоя. Номеров я никаких не нашла, но на дне написано тут А-лист. И тут еще какое-то название. Скорее всего, так их распределяют, потому что нумерация никакой не присутствует. По крайней мере, я ее не вижу. Это нюдовый оттенок. И, кстати, сначала мне показался бежевым, но нет, это ближе к розовому, к телесному. Похожие цвета у меня были, но они не очень плотные. За счет этого приходилось наносить по три слоя или два подравнивающих. Ну, смотрите. Этот в один слой очень даже хорошо ложится. Хоть он густой, замечательно самовыравнивается. Главное, не быстро возлюкать кисточкой, а постепенно. Но нанести вполне реально. Я густые гирлаки не люблю, которые надо вымазывать. Вот этот цвет к таким не относится. Ну, и еще один фиолетовый. Тут уже другое название. Плотность у них у всех замечательная. Смотрите сами. Объем, кстати, 15 мл. Его на всю жизнь, наверное, хватит. Срок годности. Вот еще, чего я забыла посмотреть. И мы сейчас с вами разглядим. Возможно, где-то есть. Наносить толстым слоем лучше не надо, потому что пигмента много, и он может не просохнуть. И именно этот оттенок можно попробовать нанести в один слой. Срок годности я не нашла, но тут указано, что это 9 фри формула, еще что-то фри и веган. Запах, кстати, вообще практически не имеет. Я его еле-еле унюхала, и он не химический, а какой-то просто запах, и все. Сразу буду проверять на аллергию и снимаю видео заранее. То есть, чтобы вам не показывать его сразу, прямо на следующий день монтировать. А чтобы недельку я походила с этими материалами и могла вам сказать свой отзыв на аллергическую реакцию. Вот такие три цветничка. Самый первый мне понравился. Если вы любите блески, но не сильно яркий, он вполне подойдет. Ложится хорошо, просыхает тоже, и практически не имеет липкого слоя. Бежево-телесный оттенок очень красивый, мне тоже понравился. Скорее всего, у меня его захочет мама. Вот такой цвет я не сильно люблю, но он классный. Плотность у них, как вы видели, в один слой все прекрасно перекрывает. И если эти гейлаки мне подойдут, то я сама буду заказывать. Надеюсь, найду где. А сегодня мы будем переделывать ноготочки моей мамы. Они уже отросли, прилично она отходила, относилась все прекрасно. Кстати, комментарии насчет этого гейлака разделились. Кто-то писал, что он очень хороший, отлично носится. Кто-то, что он ужасно не просыхает. И с ним вообще очень много проблем. Как видите, при спиливании, я просто думала, мало ли он, правда, не просох. Поэтому такой ровный и красивый. Но нет, он просох, все отлично. И именно этот цветник, который я проверяла, замечательный. Он красивый. Мама у меня была в полном восторге от маникюра. И даже не очень-то и хотела его снимать. Но сегодня мы с вами будем тестировать новые материалы. Для меня даже интересно. Я уже базу, конечно же, попробовала. Видео выходило недавно. Ссылку оставлю внизу. И я хожу уже примерно с этим покрытием. Ну, наверное, неделю. И я вам скажу, что аллергическая реакция вначале мне показала, что она у меня есть. Но это из-за того, что когда только делаю покрытие, я использую обезжириватель. Не всегда спирт. Постоянно забываю. И у меня чесались руки. Потом я хорошенечко их промыла, отмыла. И вот сейчас, вот уже сколько времени прошло, аллергической реакции нет. Но, как я вам уже говорила много раз, все индивидуально. То, что подошло мне, может вам не подойти. Даже база Синди, которая у меня приходила, и мне идеально подошла. Я ее обожаю. И, конечно же, если будет возможность, буду покупать. Девочки писали, что на нее у кого-то аллергия есть. Так что смотрите внимательнее. Так вот, давайте все-таки расскажу про эти материалы чуть-чуть. Там мне представители, конечно, накатали очень много информации. Я ее, конечно, зачитывать не буду. Но, как поняла, они себя позиционируют как чистые материалы, которые очень хорошего качества, не вызывают аллергию. Насчет гипоаллергенности точно не помню. Но, вроде бы, они хороши. Так вот, давайте все-таки перейдем к маникюру. А то я заболталась по поводу этих материалов. Потом нечего будет рассказать. Снимаю очень аккуратно и сразу же ровно, чтобы можно было спокойно выравнивание сделать базой. И вообще ровность ноготков зависит именно от снятия. Насколько хорошо и ровно снять покрытие, не оставить лишнего гейлака и неровности, тем ровнее ляжет база и дальнейшее выравнивание будет более ровным. Конечно же, у меня в этом покрытии тоже будут косяки. Куда же без них. Как вы поняли, у меня вообще в каждом покрытии они есть. Для чистоты эксперимента мы с вами будем использовать базу Мадам Глам. Что мне понравилось, так это объем 15 мл. И я в принципе согласилась на этот обзор именно из-за нее. Ну вы представляете, вот сколько она стоит, а мне ее бесплатно прислали. Ну как не согласиться, я не знаю. Как я вам уже говорила, я взяла ее в своих интересах. То есть я ищу гипоаллергенные материалы. Ну конечно, если она мне идеально подойдет, я буду ее использовать постоянно, то сама закажу. Потому что база Синди стоила 1220, а эта по-моему даже выходит побюджетнее. Я, кстати, цены на базу вам точно не скажу, я не помню, толком на сайте не посмотрела. Но цветники стоят в районе 10 долларов. Небюджетно я считаю, что доллар еще вдобавок подскочил. И на себе я цветники пока еще не проверяла, но хочу прям полностью проверить базу, цвет и топ, чтобы было понятно. Есть реакция, нет. А то знаете, как может быть аллергическая реакция была бы, да. Я использовала, допустим, базу этой фирмы, а все остальное другое. И кто его знает. По консистенции базы. Она жидкая, ей очень быстро делать выравнивание. Вот кто любит густые и так, чтобы посидеть, повыравнивать кисточкой, нет. С этой не подойдет, она по-любому у вас убежит. Возможно, не убежит, но ноготь потом будет просто неровный. С этой работа очень быстрая и простая. То есть наносите полностью весь ноготок, покрываете, потом добавляете капельку. Кисточкой же из флакона подравниваете, переворачиваете в лампу. Потому что пока вы берете тонкую кисточку, она уже может просто убежать. Хотя на тонком слое можно взять и спокойно все подмазать и подкрасить, где чего не промазалось. Сказать, что она прям как-то сильно затекает, наверное, не могу. Потому что ни разу, вот сколько мы не делали ноготки, она не затекла. Толстым слоем вряд ли ее можно уложить очень ровно. Поэтому лучше всего, конечно, контролировать нанесение материала. Потому что слишком много будет, опять же, неровно. Но в целом база мне понравилась. Вот, как я вам уже сказала, важнее для меня, конечно, чтобы не было никакой аллергической реакции. Но потом, когда я начала делать следующий ноготок, я поняла, что можно спокойно с этой базы работать и тонкой кисточкой, и разравнивать, и поправлять. Она хоть и жидкая, но какая-то кинетическая. Я вам говорила, что люблю такие материалы. Она вот никуда не убегает. Как вы ее оставили, так она и есть. И не обязательно даже ноготок переворачивать. Но, как вы знаете, хвалить я не люблю сразу, потому что материал надо протестировать. И буду тестировать ее сейчас прям постоянно, потому что объем хороший, и мне пока что ее не жалко. Вот когда будет оставаться совсем ее мало, я буду только себе ее наносить, и все, если подойдет, конечно. Блики особо я не вымеряла, просто старалась сделать поровнее ногти, и все. Но получилось вполне неплохо. Дальше цвет мы выбрали нюдовый. Вы в комментариях писали, то, что с овушками сделала нюдовый оттенок. Вот я решила поделиться с овушками с мамой. Мне сначала он показался вроде бы нормальный, потом мне казалось, что он какой-то некрасивый. Но после нанесения я поняла, что он светленький, и у мамы мои руки загорелые всегда, поэтому он смотрится слишком выбеленный. Если наносить, допустим, к моему оттенку кожи, то он будет смотреться не таким ярким. Но в целом нанесение, смотрите, этот цветник очень плотный, за счет этого нанесения прям толстым слоем нельзя. Я еще этот цвет попробовала, кстати, опиленный гель нанести при коррекции, и специально не шлифовала, ничего не делала. Мне было интересно, насколько хорошо выровняет он поверхность. Так вот, он поверхность плохо выравнивает, ложится так же, как, в принципе, и опил гель, и все это неровно. Чуть-чуть там сглаживает, и все. Поэтому под него обязательно надо наносить базу. Но даже при неровном нанесении, вы знаете, есть такие цветники, если поверхность чуть-чуть там с изгибами, все, они начинают плешивить. Этот гель-лак так не делает, то есть вы его нанесли, первый слой, он просох, второй слой нанесли, он все перекрывает. И потом топом я подровняла, и все оказалось даже очень ровненько. Это покрытие я вам скоро покажу, потому что я сейчас эти материалы стараюсь активно использовать и проверять. Цена не бюджетная, и вот так вот слепую покупать, конечно же, не стоит. Ну а для дизайна я выбрала также из посылки Яны невероятные блестки, они моей маме тоже понравились. И липкий слой не очень активный у гель-лака. Меня это, кстати, тоже порадовало, потому что на липкий слой именно у меня частенько и возникает аллергическая реакция. И наношу с помощью веренной кисточки маленькой, с растяжкой, с небольшой, так легкими движениями. Блестки тонкие, даже я бы сказала, что это хлопья юки, смешанные с блестками. Они неплохо прилипли на ноготок, и сверху просто я перекрывала топом, и все. Красиво блестят, красиво смотрятся. Вообще, я не хочу сказать еще раз огромное спасибо, потому что столько материалов до сих пор тестирую, уже столько маникюров я с ними сделала, и все очень нравятся. Ну и совушки, вот эти классные, замечательные. У меня мама долго не могла определиться, какие именно она хочет, потому что они все нежнецкие, и, кстати, вот с этим цветом гель-лака сочетаются просто идеально. И да, у меня мама любит слайдеры кверх ногами. Как вы мне пишите постоянно, что я делаю слайдеры не так, но на деле ей хочется смотреть на ручку, и чтобы слайдер смотрел на нее, точнее, ноготочки и дизайн с них. Поэтому сегодня все слайдеры кверх ногами, но маникюр получился нежнецкий, форму, кстати, сделали квадрат, потому что маме нужны очень короткие ногти, а на коротких овал выпиливать это перепиливает только точки в росту. А портить ногти я не любитель, поэтому я сделала вот такую форму, забыла уже даже квадрат, как делать. Но зато она говорит, что очень удобно, так как она у меня музыкант, ей надо играть, и чтобы подушечки пальцев были свободны, а с другой стороны она у меня женщина, ей хочется быть красивой, и куда без маникюра. И дальше наношу топ этой же фирмы, использовала специально все полностью, базу, цвет и топ, чтобы проверить на носкость, и в следующем покрытии прям я вам напишу в названии, что это отчет по носкости мадам гламп. Для многих это немаловажный фактор, я, допустим, базу сейчас использую под твердые материалы, под гель, поэтому мне сейчас даже консистенция не очень важна, лишь бы она была не каучуковой. Хотя и каучуковые я раньше использовала, и они отлично носились. По поводу топа он жидкий, подравнивание с помощью него можно, конечно, сделать, но он затекает, консистенция такая скользящая. То есть топ такой скользкий, и с ним надо, конечно, быть аккуратнее. В отличие от базы, он не стоит на месте, а он всегда в движении, и надо постараться, чтобы нигде ничего не затекало, потому что достаточно коснуться кожи или где-то вот лишней кисточкой задеть, все, топ побежал на боковые валики с криками ура, и все, что было лишнее, туда и убегает дальше. И подведу итог, за свою цену, конечно, дорого, я ничего не могу сказать, но если они действительно как заявлены, там на сайте, кстати, можно почитать очень много информации. В принципе, смотрите сами, вот нормальный там топ, да, 10 мл стоит 400 рублей, тут 600 рублей 15 мл, примерно то на то и выходит. Но я не знаю, точно он 10 долларов стоит или дороже. Вот такие ноготочки у нас с мамой получились, форма совершенно не ее, мне кажется, не идет вообще, но ей в целом все понравилось. Она сказала, что очень красивый цвет, который отдает в розовинку, нежный, прекрасный, на концерт ей самое то. С ее стороны восторгов было много, особенно понравился дизайн. Еще посмотрим, как относится. А на этом все, спасибо вам большое за просмотр, спасибо за внимание. Надеюсь, я вас не утомила и видео было интересным. Желаю вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, обдуманных покупок. Пока-пока! Продолжение следует...